МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"О бюджете и дорогах". В Думе прошло совместное заседание комитета. Опережение на 7 месяцев. Как продвигается ремонт 11-й школы. Новая награда. Юрий Пенегин стал серебряным призером чемпионата России по самбо. Далее расскажем обо всем подробно. Ввести понятие индивидуальный контейнер для индивидуальных жилых домов и дать возможность жителям складывать мусор в баке около дома, а не возить пакет из ТКО на машине за сотни метров. С такой инициативой администрация предложила обратиться в правительство. Этот вопрос сотрудники ДГХ рассмотрели совместно с представителями Городской думы и направили предложение поддержать инициативу в другие муниципальные образования региона. Все муниципальные образования согласились, за исключением Лыского, которые сказали, что они считают это преждевременным. Мотивировали это тем, что если это будет в норму внесено, то это будет носить обязательный характер, а не все жители с этим согласны могут оказаться, и не все жители согласны будут приобретать контейнеры. Это положение учли и прописали в проекте, что поставить индивидуальный контейнер у домов можно только в случае, если с такой инициативой выступят сами жильцы. То есть потребитель будет иметь право выбора – носить свой мусор на дальнее расстояние, либо складировать у дома. Цены на вывоз мусора будут отличаться. Совместно с администрацией дума будет готовить поправки в постановление и описывать модель, которую планируется ввести. Заключение направят в область, затем после всех процедур в правительство Российской Федерации. Также депутаты обсудили уличное освещение. В Сарове оно соответствует ГОСТам. Однако есть ряд перекрестков, где света не хватает. Ну, молевые точки, они всем известны. Всем в городе живем. Ну, начнем, наверное, с проспекта Ленина. Потому что, конечно, новые фонари, которые были заменены прежние, они как бы лучше и шире вот сейчас освещенность. Но, тем не менее, вот возьмите, мы еще пока не дошли до вечного огня. Вечный огонь, пешеходные переходы практически, вот не свечены, которые через Александровича. Практически весь проспект Ленина, по словам Александра Косинкова, нуждается в корректировке освещения. Светлого фона, который должен быть на обочинах, на газонах, нет. Также корректировки требует система освещения на некоторых участках улиц Курчатова и Павлика Мороза в Октябрьском проспекте и других. Депутаты вернутся к обсуждению этих вопросов. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, САРУ-24. Всего через каких-то полтора года на месте беспорядочных следов от тяжелой техники, кирпичей и железа будут возвышаться новые школы со стадионом и благоустроенной территорией. А может быть и раньше. Рабочие уже приступили к возведению второго этажа учебного корпуса. Строительство идет с опережением графика на рекордные семь месяцев. В прошлом году администрация уже запрашивала в области дополнительное финансирование, чтобы не снижать темпы работы. На сегодняшний момент финансирование на 2019-2020 год составляет 240 миллионов. Подрядчик порядка 220 уже израсходовал. То есть денег на финансирование ему еще месяц-полтора. Это наш срок, в течение которого мы должны принять экстренные меры для того, чтобы выбить продление финансирования, вернее не продление, а перераспределение денежных средств с 2021 года на 2020. Строительство новой школы идет в рамках нацпроекта образования. На это выделено 582 миллиона рублей. Здание возводит ООО ТСК. Такими темпами уже в апреле подрядчик освоит весь объем средств, заложенных на 2020 год. И если правительство области не пойдет навстречу просьбе администрации, то придется пойти на крайние меры заморозить строительство. Консервировать это не просто так вот бросили и ушли. Консервирование объекта – это тоже затраты, которые дополнительно лягут на стоимость объекта. И потом это люди, которых можем потом не собрать просто-напросто. Мы очень много затратили усилий, чтобы скомплектовать здесь коллектив нормальный, боеспособный. Строительство идет без выходных и практически весь световой день. Большинство рабочих трудятся вахтовым способом. Они приезжают, работают по 2-3 недели без выходных, потом уезжают. Вот как вы сейчас видите, что здесь на этом блоке, под этом кране затишье. То есть люди уехали у нас на выходные. Сегодня после обеда приезжают и продолжают работу. Теплый период года – самое благоприятное время, чтобы сделать кровлю, вставить окна и двери, и потом зимой заниматься отделкой внутренних помещений. Управление капитального строительства отмечает высокий уровень выполненных работ и профессионализм руководства ООТСК. Этот объект проверяется и в Государственной строительной инспекции. Проверки проходят в штатном по программе проверок. Инспекция отмечала, что подрядчик достойно, скажем так, готовит и оформляет исполнительную документацию. И общее впечатление строительства на высоком профессиональном уровне. Это отмечено из страны инспекции, и это отмечаем мы из страны УКСа. В связи со сложной экономической обстановкой в стране правительство региона пока не подтвердило готовность перенести средства 2021 года на текущий. Но администрация со своей стороны прилагает все усилия, чтобы не допустить остановки строительства новой школы. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. В связи с массовой эпидемией в стране активизировались мошенники. Злоумышленники звонят на телефон гражданам и предлагают чудодейственный препарат, который им поможет вылечиться от коронавируса. В Сарове подобных случаев пока не зарегистрировано. Но в полицию продолжают поступать заявления и сообщения от граждан, пострадавших от рук аферистов. Злоумышленники действуют по старой схеме. Звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Никогда представители финансовых утверждений, тем более банков, не будут звонить на сотовый телефон и просить какую-либо информацию. Зачастую это все происходит в отделениях, либо в офисах банков, где оформляется документация. Всегда звонят только мошенники. Никто никогда звонить не будет. Прошу длительную просьбу не поводиться на поводы звонившихся и не сообщать никаких персональных данных своих банковских карт. И тем более не осуществлять никаких операций. Обманывают мошенники-соровчаны через интернет-магазины. Сотрудники правопорядка призывают горожан быть бдительными при покупке того или иного товара во всемирной паутине. Наши жители города Саров заказывают в интернет-ресурсах различную продукцию, делают стопроцентную предоплату и в итоге либо не получают продукцию, либо получают продукцию не того качества, которого бы хотелось. Вещь, которая стоит действительно, как они думают, что 10 тысяч рублей, а приходит вещь копеечная, которой стоимости такой нет. Эти случаи имеют место быть, продолжаются, поступают заявления. В городе участились кражи из садовых участков. За март в полиции было зарегистрировано три заявления. Участились в Сарове и кражи велосипедов. С приходом теплой погоды, ранней теплой погоды, у нас многие жители нашего города достают своих железных коней, садятся на них, начинают их использовать как транспортное средство и зачастую относятся к ним как бы небережно для их сохранности. Оставляют без меры, не пристегивают, ставят места свободного доступа, где неразивые на руку наши граждане могут завладеть и похитить их имущество. Сотрудники правопорядка настоятельно рекомендуют горожанам следить за своими вещами. В городе орудует банды несовершеннолетних преступников. В основном кражи происходят в торговых центрах. Подростки выманивают продавцов из прилавков магазина. Один из них отвлекает жертву, а другие забирают ценные вещи с собой. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Самой смертоносной болезнью в мире считается туберкулез. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно на планете заболевают около 30 тысяч человек. Более 4 тысяч из них умирают. Это инфекционное и хроническое заболевание может поразить любой орган человека, но преимущественно страдают легкие. Несмотря на более чем 100-летний опыт борьбы с туберкулезом, вновь и вновь в мире регистрируют тысячи случаев заболевания и смертей. Проблема заключается, естественно, в диагностике этого заболевания, потому что туберкулез не имеет патогмоничных симптомов и может длительно протекать скрытно. Человек даже может и не знать о том, что болен, если он не обследуется. Флюорографическое обследование один раз в год – это тот необходимый минимум, который поможет выявить болезнь на ранней стадии и станет залогом скорейшего выздоровления. Основная проблема лечения туберкулеза – длительность. Минимальный курс лечения – это 6 месяцев. Но если туберкулез устойчив к препаратам, к основным препаратам, то применяются препараты резервные, они не такие активные в отношении возбудителя туберкулеза, и лечение затягивается уже на более длительные сроки – до полутора-двух лет. Туберкулезом болеют люди разного возраста и пола. Многие больные принадлежат к так называемым социально уязвимым группам населения – слоупотребляющим алкоголем и наркотиками, бездомным, ВИЧ-инфицированным. В Сарове, в принципе, эпидемическая ситуация по туберкулезу благополучная. Заболеваемость за прошлый и позапрошлый год составила 4,1 на 100 тысяч населения. То есть это уровень благополучных европейских стран. В этом году День борьбы с туберкулезом проходит под лозунгом «Пора действовать». Девизом стали слова «Выявить, лечить всех, победить туберкулез». Ранняя диагностика и эффективное лечение – это залог выздоровления больных и победы над смертельной инфекцией. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. По последним данным, в России проживает 146 миллионов человек. Это данные, полученные во время последней переписи населения в 2010 году. Обновить эту информацию поможет новая перепись, которая запланирована на октябрь 2020 года. В Саровском отделе Нижегородстата идет подготовка к этому масштабному событию. Нам нужны еще люди для участия в переписи, потому что записавшихся на данный момент пока еще недостаточно. В этом году, по сравнению с предыдущей переписью, конечно, некое будет облегчение для переписчиков, потому что перепись будет проходить не только на бумажных носителях. Каждый сотрудник будет иметь при себе удостоверение и фирменную одежду. Переписчик получит для работы участок, в котором проживает около 550 человек. После того, как работник опросит всех горожан, он передаст информацию контролеру. Тот обработает данные и отправит в Федеральную службу государственной статистики. Он должен будет принять у переписчиков все их материалы, все, что там у них есть. И уже потом все это, опять-таки, собрав, у них чуть больше будет срок их работы. То есть, поскольку на них ответственность побольше, то они начнут работать. У них два месяца работы. Более подробную информацию можно получить по телефону 677-66 или прийти в офис по адресу Московская, 29. Преподаватель специальных дисциплин политехникума Елена Моресева проводит занятия в пустой аудитории с помощью видеосвязи. Из-за угрозы распространения коронавируса студентов отправили на удаленное обучение. Теперь педагоги контролируют образовательный процесс через социальные сети, официальный сайт политехникума и личные интернет-площадки. Несмотря на то, что с карантином сотрудники образовательного учреждения столкнулись впервые, перейти на дистанционное обучение получилось без проблем. Сложных ситуаций таких не возникает, потому что сейчас у нас век информационных технологий. Даже во время обычной работы мы просим ребят обратиться к нашим интернет-ресурсам, где есть дополнительные материалы. Или, например, ребенок проболел студент у нас. Всегда есть возможность обратиться к интернет-ресурсу, посмотреть невыполненную им работу, выполнить ее и в спокойном режиме сдать. Преподаватели регулярно выкладывают учебные материалы и задания для каждой группы. В индивидуальном порядке проводят занятия по видеосвязи. Студенты, в свою очередь, присылают выполненные работы на электронную почту педагога. Сделать это можно в любом формате – документом Word, PDF-файлом или фотографией тетрадного листа с готовыми заданиями. После их проверки учащиеся могут посмотреть оценки в специальной таблице. Первые пару дней, пока еще не были введены вот такие жесткие меры, мы даже приглашали иногда сюда студентов на отдельные отчеты, все приходили без проблем. Явно видно, что информацию нашу на сайте видят, на информацию реагируют. Но что касается теоретических дисциплин, тут мы, безусловно, выйдем из положения. Что касается практики и других, тут будет, конечно же, сложнее, безусловно, но я так думаю, что что-то придумается обязательно. Педагоги и студенты стараются смотреть на ситуацию с положительной точки зрения. Они убеждены, в процессе удаленного обучения его участники накапливают опыт работы с интернет-ресурсами, что однозначно пригодится в профессиональной деятельности многих выпускников и преподавателей. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Весна – время года, когда хочется любить, творить и совершать великие дела. Но, увы, не все радуются пробуждению природы, буйству красок и пению птиц. Кто-то становится раздражительным и погружается в сонное и подавленное состояние. В период карантина к весенним перепадам настроения добавляется паника, которая связана с распространением коронавируса. Психологи советуют абстрагироваться от ситуации и постараться не воспринимать всю информацию, которую публикуют в СМИ и социальных сетях на эту тему, всерьез. Это все жизнь, это все естественно, и трагедии из этого делать не нужно абсолютно никакой. И просто во многих государствах еще правительства люди уже возрастные, вот кто в правительстве. И они, конечно, в зоне риска, они побаиваются просто даже сами за себя, а в Италии так вообще. И поэтому вот паника, она пошла оттуда и потом по другим странам распространилась. На эмоциональное состояние также влияет зимнее истощение. В период холодов человек получает недостаточно солнечного света, а пища не особо богата витаминами. С приходом тепла организм подвергается стрессу, начинает экстренно приспосабливаться к новым условиям окружающей среды – повышению температуры, изменению давления и увеличению светового дня. Обычная вещь, которая происходит с людьми не только в весенний, но и в осенний период. Это снижение, ну как сказать, изменение эмоционального фона, эмоциональная лоббильность, чувствительность к разного рода воздействиям. И действительно обострение психических, психиатрических заболеваний. Ну это ежегодно так происходит всегда, то есть в этом ничего особенного нет, об этом знают многие специалисты. И мы с этим работаем, ну это как бы норма нашей жизни. Иногда мы надумываем даже у себя болезни несуществующие. Вот, поэтому если ну какое-то такое временное снижение настроения, не надо сразу пугаться, там бежать к врачу, срочно там какие-то меры подпринимать, отдохнуть, выспаться действительно, витаминчики увеличив в пище, да, количество витаминов, и все, и все наладится. Больше всего сезонной депрессивности и паники подвержены люди, которые часто попадали в психотравмирующие ситуации. Неблагополучное отношение в семье, нападки окружающих. По мнению психолога, чтобы справиться с подавленным состоянием, необходимо во всем искать позитив, больше общаться с семьей и заниматься творчеством. Не перегружать себя какими-то негативными эмоциями, переживаниями, а искать позитив и находить те занятия, творческие занятия, которые будут именно поддерживать, да, давать ресурсы. Почему? Потому что творчество и страх – это две несовместимые вещи, да, то есть если мы творим, мы не можем находиться в страхе. Если мы боимся, мы не можем творить. И творчество как раз очень нам помогает. И если мы посмотрим, допустим, на маленьких детей, они все время в игре, они в фантазиях, они в каких-то вот… в изучении окружающей действительности пребывают. И нам можно с них брать пример и точно так же к своему внутреннему ребенку обращаться, к своим детским ресурсам. Они у нас у всех есть. Страх и паника – эмоции, которые можно и нужно контролировать. Они лишают людей возможности действовать спокойно и разумно. Соблюдайте правила гигиены, займитесь йогой или медитацией. Воспринимайте данные только из официальных источников информации. Тогда весенняя депрессия и истерия обойдут вас стороной. Социальная служба наряду с медиками вовсю готовится ко встрече эпидемии. Закупают марлевые повязки, перчатки и антисептики. Все это им потребуется для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. Они на протяжении всего карантина будут посещать пожилых людей, которые нуждаются в помощи, приносить продукты питания и медикаменты. Мы планируем доставлять продукты питания и лекарства по назначению врача тем гражданам, которые одинокие, одинокопроживающие, либо чьи дети и родственники находятся за пределами города и которым нужна помощь данного вида. На сегодняшний день сотрудники социального обслуживания создали специальный штаб, куда входят 53 человека. Специалисты будут выяснять, действительно ли гражданин нуждается в помощи и относится ли он к маломобильным гражданам. Если ситуация сложится таким образом, или вернее граждане отнесутся к этой ситуации вот именно так, как предполагает наше правительство, то есть все засядут по домам и будут бояться выходить из дома, надеясь на то, что кто-то им принесет продукты или рецепты, я боюсь, наше учреждение с этой ситуацией не справится, поскольку пенсионеров гораздо больше и заявок, чем наших сотрудников. Центр социального обслуживания набирает добровольцев, чтобы помочь бабушкам и дедушкам, которые оказались в трудной ситуации. Вступить в ряды волонтеров просто. Достаточно прийти в Центр по адресу Шверника 11. Мы зарегистрируем его как волонтера, выдадим временное удостоверение, обеспечим средствами защиты, маской, перчатками и дезинфектантом для рук. И будем передавать такому гражданину заказы для того, чтобы он выполнял заявки граждан. Более подробную информацию о помощи пожилым гражданам можно получить по телефону 6-94-39 или 6-94-41. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. На лицевой стороне именно ложки написана такая надпись «С днём рождения», а на открытке, как мы видим, родившимся в Нижегородской области, вот эта надпись, изображение герба, соответственно, Нижегородской области. Сувенирные ложки с надписью «С днём рождения» в Саровском ЗАГСе дарят родителям, чьи дети родились после 1 января 2020 года. Идея провести акцию родившимся в Нижегородской области появилась ещё в 2019 году. Планируется она не один год вообще, насколько мне известно, на три года. Может быть и дальше продлят, не знаю. Но вот пока такая акция существует, и мы с большим желанием будем вручать эти ложки с надеждой, что пусть это маленький сувенир, но он памятный. Уникальный он даже ещё и тем, что это же не просто сувенир, который действительно можно хранить, но и любой малыш в дальнейшем может воспользоваться как своим личным предметом, то есть ложкой для приёма пищи. Акция родившемуся в Нижегородской области приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода и 10-летию детства, объявленному в России. Органы ЗАГС начали вручать сувенирные ложки с 20 марта. В Сарове их получили более 15 родителей. Одно из первых подарок для своего малыша забрала Юлия Большакова. Я удивлена, потому что я об этом не знала. Конечно, это очень приятно, когда люди, которые работают в таком месте, как ЗАГС, где приходишь и делаешь свидетельство ребёнку, и первый его документ. Конечно, приятно, когда тебя поздравляют, тем более с подарок, с самых первых дней жизни сыну. Ну, я считаю, что это достойно. Те родители, кто зарегистрировал рождение малыша в этом году, но не получил сувенир, могут прийти в отдел ЗАГСа с документами. Более подробную информацию можно получить по телефону 559-29-559-22. Ирина Вашегородцева и Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Несмотря на ледяной ветер и совсем не весеннюю погоду, девочки из отряда юных инспекторов дорожного движения держат в замёрзших руках плакаты с лозунгами так, чтобы их было видно из проезжающих машин. Очередная акция направлена на профилактику ДТП, которая происходит из-за превышения скорости. В прошлом году в Саруе произошло 99 аварий. В шести случаях причиной стало превышение скорости. Напомнить водителям о том, что необходимо соблюдать скоростной режим на дороге к городу. К сожалению, в автоавариях, в таких автоавариях погибают и дети. Дорожный патруль пятой школы тщательно подготовился к акции. Яркие плакаты привлекали внимание водителей издалека. В этот раз школьницы решили воздействовать и на эмоции автолюбителей. Они раздавали листовки, на обратной стороне которых второклассники написали пожелания водителям. Мы вышли на улицу для того, чтобы напомнить водителям о том, что в черте города очень важно соблюдать скоростной режим, очень важно соблюдать правила дорожного движения, очень важно внимательно управлять транспортным средством вблизи пешеходных переходов. Старания участниц отряда ЮИД не оставили водителей равнодушными. Они соглашались с доводами детей и твердо обещали им никогда не превышать скоростной режим. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Больше 80 работ на фестиваль «Свободный стиль» в этом году прислали увлеченные медиа-творчеством ребята из разных уголков России. Тема в кругу семьи близка и понятна каждому ребенку. Работы хорошие. Тема семьи очень глубокая, важная, немного личная. Дети на уроках вспоминали истории, которые произошли в их семье, пытались их нарисовать. Поэтому работы теплые, они передают какое-то радостное настроение. Наряду с семейной тематикой организаторы ввели еще одну номинацию к 75-летию победы. Работы в этой номинации участники посвятили пионерам-героям и тем, кто совершал подвиг для того, чтобы защитить нашу Родину. Ребята делали информационные буклеты, рисовали ветеранов с внуками, писали эссе. Конечно, мы спецноминацию, посвященную победе 75-летия Великой Отечественной войны, мы тоже вменили. И очень радостно, что некоторые работы были как раз отражением, как дети видят свою семью в том, что наш народ победил в Великой Отечественной войне. Самой большой популярностью пользовалась компьютерная графика и анимация. В этих номинациях было около 40 работ. Больше половины из них прислали саровчане – ученики детской школы искусств номер 2, гимназии, третьего лицея, 13-й и 20-й школ. Все работы представлены на выставке, которую организовали по итогам фестиваля. Коронавирус внес свои коррективы в планы, посмотреть экспозицию пока невозможно. Но сотрудники ДШИ номер 2 предпринимают все необходимое, чтобы у горожан была возможность познакомиться с творчеством участников медиафестиваля. Официального закрытия в связи с сложившейся ситуацией у нас нет. Мы проводим все в онлайн-режиме. На сайте мы опубликуем наши итоги. Выставка у нас оформлена. И надеемся, что потом ее можно будет посмотреть. Конечно, мы ее снимем, тоже выложим. Дипломы также планируют передать дистанционно. В другие города отправить почтой, а в Сарове – разослать по школам. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Я считаю в плане работы себя счастливым человеком, очень удачливым, потому что мои интересы совпадают с моей и работой, с моей деятельностью. И как профессионал я себя здесь полностью реализую. Так о своей работе отзывается научный сотрудник музея народной игрушки Ольга Познякова. Работать в культуре женщина мечтала с детства. Перед глазами у нее был яркий пример родителей. Мама художник, папа архитектор. Именно они привели ей любовь к народным игрушкам. Родители привезли в город выставку, очень интересную выставку, народная игрушка, свою коллекцию показывали и презентовали книгу по народной игрушке. Я была как бы куратором этой выставки и проводила экскурсии. И у администрации появилась идея, а не создать ли нам постоянную такую экспозицию народной игрушки. У Ольги два высших образования. Первое – художественное, второе – педагогическое. Она применяет их на практике. Создает уникальные программы и сценарии, проводит мастер-классы по изготовлению народных игрушек. Работа действительно очень интересная. Считаю, что она и очень нужная, потому что нести прекрасное, нести знания по истории, по традициям – это очень важно и для детей, и для взрослых. Поэтому занимаюсь изучением самой, то есть сама изучаю все это и доношу всем возрастам абсолютно в силу, наверное, своего образования и своего опыта. Могу это донести на разные возрасти, изложить интересно, доступно. Посещаемость у нас достаточно хорошая. Выставки в музее народной игрушки меняются каждые полтора месяца. Там можно увидеть экспонаты различных промыслов в Хохломской, Семеновской, Нижегородской и Белорусской росписи. Сотрудники музея народной игрушки готовят новую пасхальную выставку. Ее можно будет посмотреть, когда снимут ограничения по карантину. Для сотрудника РФЯЦ «Мнеев» Юрия Пенигина участие в чемпионате России по самбо среди мастеров-ветеранов стало традицией. Шестой год подряд он представлял наш город на соревнованиях. Каждый раз на чемпионат приезжают все новые и новые соперники. По словам спортсмена, уровень участников в этом году был значительно выше. В этом году были ребята, с которыми я не встречался, не боролся, то есть новые. И уровень этих ребят был повыше, чем до этого два года я последние ездил. Поэтому с ними было, конечно, интереснее бороться. А так, в общем, конечно, чемпионат ежегодный, они стараются что-то изменить, что-то улучшить. Организаторы стараются в интересных городах провести, приурочить к каким-нибудь праздникам. В этом году чемпионат посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем соревновались около 220 спортсменов из 39 регионов нашей страны. Саровчанин выступал в весовой категории до 100 килограммов. В возрастной группе от 45 до 49 лет. В первой схватке с мастером спорта из Санкт-Петербурга Юрию удалось одержать победу со счетом 2-1. Второй соперник из Москвы оказался сильнее. В итоге наш спортсмен занял второе место. На этот чемпионат поехал я с заболевшим. У меня уже не та была форма, потому что готовишься, к пикову подходишь. И когда уже с заболевшим борешься, то не то, отвлекает все. И не хватило мне функционалки, конечно. По физическим качествам я его не уступал ему. Функционалки я, конечно, сдал из-за болезни. Юрий старается не пропускать ни одно соревнование в России, Европе и мире. Спортсмен тщательно готовится к каждому из них. За два месяца до чемпионата Саровчанин начинает тренироваться ежедневно. Отдыхает только на выходных, чтобы организм восстановился. Уже как бы не первый год уступаемый, уже знаешь, как нагружать. Стараешься перед соревнованиями больше на ковре, конечно, на функциональную подготовку налегать. Только вот минус то, что партнеров у нас проблемы. Один единственный, вот у меня партнер есть, слава богу, приехал молодой. Вот так вот с моим весом, до моего уровня нужно партнеров менять, потому что без борьбы очень сложно выступать. Спортсмен четыре раза выступал на мировых соревнованиях по самбо и стал двукратным чемпионом. Юрий надеется, что карантинные меры в связи с коронавирусом ослабнут. По плану у борца участие в осенних чемпионатах мира подзюдо в Кракове и по самбо в Норвегии.